Страшно, очень страшно. Страшно то, что мне стыдно перед предками и перед потомками страшно, что я не могу им ничего, если вот это вот все так случится, я оставлю себя и дочку без жилья. И перед родственниками, что я допустила такую ситуацию. Страх, стыд и отчаяние. Наталья Клементьева, как на исповеди, поделилась с нами своей безысходной ситуацией. Три года назад женщина взяла у банка деньги под залог квартиры. По-другому, рассказала Наталья, займ ей попросту не давали. Полученные средства женщина в надежде вложила в печально известную финансовую пирамиду Финника, основатель которой будто околдовал Наталью. Я его слушала, смотрела на него. Мне показалось, что он просто Иисус Христос Святой. Пока пирамида действовала, Наталья платила по кредиту, взятому в банке исправно. Даже переплачивала в два раза, поделилась с нами женщина. Я брала 900 на 23%. У меня платеж был, допустим, 20 тысяч ежемесячный. Я платила по 40 тысяч. И когда я позвонила в банк, сколько я заплатила, они мне сказали, выплат заплатили только 2 тысяч. Вашего долга. Остальное все пошло в погашение процента. Пирамида Финника прогорела, Наталья осталась в долгах. А банк начал требовать свое, так как платежи прекратились. Сотрудники банка довели на Наталью, и она вместе с несовершеннолетней дочерью сбежала на ПМЖ в другой регион. Это та самая спорная квартира. Когда подруга Наталья пришла сюда, чтобы собрать для женщины посылку с вещами, то обнаружила здесь новый замок и дверь, на которой оставили записку с номером нового владельца. К слову, Наталья написала заявление в полицию о незаконном проникновении в ее жилище. Милиция мне сказала, что если вы хоть один раз зайдете, хоть одну вещь возьмете, то они потом все остальные ваши, а у меня там все, у меня и золото, и документы, и все мои вещи. Мы потому что чисто взяли чемоданчик с дочкой и вот поехали. То, говорит, если вы один раз зайдете, то мы остальные вещи, они остальные вещи имеют право там сделать с ними, что хотите, и сказать, что как бы вы все ценное забрали. Самое обидное, рассказала Наталья, что квартиру продали на аукционе за сумму чуть больше миллиона, хотя реальная ее стоимость почти три, а при умелом риэлторе и того больше. Женщина и сама до этого пыталась продать имущество, чтобы вернуть долг банку, но отдел опеки ей запретил, так как там прописана несовершеннолетняя дочь Натальи. А банку такую сделку провести разрешили, поэтому женщина считает, что ее квартира попала в руки мошенников. Это явно какая-то схема, и она рабочая. Я поэтому и написала президенту, потому что нам, простым людям, не дают выйти из этого, получается, мы как это, ну, понимаете, а вот у них есть вот эти вот лазейки. Наталья призналась нам, что понимает, сама виновата в случившемся. Но кто из нас не ошибался? Неужели сейчас вдова и подросток должны отправиться на улицу? Мы решили направить официальные запросы в прокуратуру, отдел опеки и к юристам, чтобы выяснить, есть ли шанс у этой семьи вернуться в свой дом. Ольга Распономарева, Кирилл Яранцев. Наши новости.